Хотелось бы именно, чтобы наше совещание сегодняшнее было выстроено не как просто зачитывание цифр, какие-то результаты зачитывать. Я хочу, чтобы он больше был похож на семинар совещания. Планируете ли вы проводить такие совещания, то есть вышел закон, допустим, федеральный, региональный, правительство, или может быть региональный, чтобы через месяц после принятия закона провести такие совещания? Разъяснительно, это первый вопрос. Второй вопрос, вы сказали методические рекомендации. Вот в соответствии с этим законом, то есть федеральным, методические рекомендации должны быть региональными. Сколько у вас есть региональных методических рекомендаций и где их можно взять, чтобы можно было им пользоваться? Я вопрос. Прошу пояснить второй вопрос, а вы какие методические рекомендации? По отчетности, по квартирам, по многим другим. То есть высылать на 46-й приказ, на многие другие приказы. А есть ли региональные у вас методики, что требует как раз федеральный закон? И хотелось бы, если есть, с ними работать, потому что они могут отличаться регион от региона, как говорится, в федеральном законе. Если есть, то вы хотите, чтобы методики следить, и что с ними остановиться? Если вы имеете в виду методики по отчетности, то у вас отчетность установлена приказами, опять же, приказами на природу России. И в этом приказе есть, что должно быть в этой отчетности, в каком виде и когда должно подаваться. Ни один охот пользователей за все время существования 209-го федерального закона, о котором вы говорите, не воспользовался правом на консультирование. В данном плане есть вся подробная информация касаемо телефонов, время консультирования, как осуществляется порядок его консультирования. В 2013 году, в 10.30, я пришел к протоколу, меня оформляли, значит, Чернышкин Владимир Вячеславович. Я на этот вопрос 1065-го постановления. Вы не должны действовать? Он говорит, да, должны. Я задал вопрос, когда вы готовы меня проконсультировать по этим вопросам? На что было молчание? Александр Иванович, тогда к вам вопрос, когда вы меня готовы проконсультировать, давайте тогда, чтобы потом я должен сказать, что никто не обращался. Но значит, что время, что я пришел сюда, надо проконсультировать по этим... Ну, в рабочем порядке мы все эти вопросы решим. Здесь комитет не усумностраняется непосредственно от консультирования. Пожалуйста, обращайтесь. Я лично, да и многие, наверное, против того, чтобы совещание через, скажем, месяц, два или полгода собирали. Я думаю, что наилучшая возможность будет, если у вас есть возможность, чтобы охотопользователи не обращались на сайт Министерства Российской Федерации, а чтобы на вашем сайте, где написано «Охотопользователь с ноской», и там все эти изменения, методички, все это было. А вот вы сказали, что были выявлены нарушения в отчетности, что были добыты красные книжные виды, да? Да. А есть ли практика привлечения к ответственности этих товарищей? Сегодня, да, мы столкнулись, есть ряд охотопользователей, по-моему, четыре, да, там пользователей? Нет, там 11 у кого были добыты. Добыты 11. Вот сейчас, на сегодняшний день, у нас есть иск, иск будет подан одному охотопользователю, именно касаемо возмещения ущерба причиненного, потому что в отчетности указано непосредственно факт добычи краснокнижных видов. Поэтому здесь сейчас эта практика будет отработана, и, соответственно, она будет интерполирована на других охотопользователей. В ближайшее время мы планируем вести практику проведения профилактических визитов в закрепленные охотничьи хозяйства. За истекший период 2023 года на территории области было выявлено 421 нарушения, допущенные со стороны охотников. Из них сотрудниками охотопользователей было выявлено 5 нарушений. Низкий уровень выявления со стороны производственных охотничьих инспекторов в большей степени связан с низкой квалификацией данных должностных лиц, а также их обеспечением. А далее, что при себе он должен иметь разрешение, само собой, и видеокамера, и видеокамера, если нет, то тоже нарушение выявляется. Это нарушение порядка осуществления охотопользителей. Для всех, чтобы было понимание, Владимир Вячеславович обозначил, не касаемо инспекторов, которые были отстранены от осуществления производственного охотничьего контроля, только по одной простой причине. Показывает удостоверение, а нет нагрудного знака при нем. Это обязательное требование. Либо есть нагрудный знак, а удостоверения с собой нет. Есть непосредственно в порядке осуществления производственного охотничьего контроля, охотопользователь, руководитель организации обеспечивает производственного охотничьего инспектора средствами фото-видеофиксации и письменными принадлежностями. Это обязательное требование. Если этого нет у инспектора, это тоже основание для отстранения производственного инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля. Я с предложениями. Внимательно выслушу Ваше вступление. Вот смотрите, у нас 460 нарушений по области, 4,62 выросли, да? И у нас 202 производственных охотных инспектора в области, правильно, да? А сколько они составили? Там 0,0 таких процентов, да? 5 с нарушением. Ну, 202,5 или это 0,0,0 там процентов. Предложение. Значит, обязать производственных охотных инспекторов составлять имение одного или там двух актов, ну хотя бы одного акта. Уважаемые коллеги, я повторюсь, что на территории Саратовской области, на территории закрепленных охотничьих, угодий инспекторальных комитетов выявлено 93 нарушения. В каждом районе, при Советском Союзе, был заказчик. Сейчас создается, ну, уже есть там сода, ну, работа идет, ведется, да? Я предлагаю так, чтобы в хозяйстве была сделана зона покоя. Не на бумаге, ничего, а вот... Николай Алиматович, она называется не зона покоя, на сегодняшний день она называется зона охраны охотничьих ресурсов. По терминалу. Старое название ее, да, но сегодняшний день это как бы для всех охотпользователей относится. Наличие зоны охраны охотничьих ресурсов с установленными аншлагами, установленные формы, и это ваша обязанность. Касаемо производственного охотничьего контроля и количества составленных актов, оно на сегодняшний день минимальное. Даже ни один из вас не может просто понять одну прекрасную вещь, да, вот сейчас вот говорится, 202 инспектора, 5 составили акта наличия признаков. Вопрос. Ну, соответственно, вы не работаете. А если бы вы составили, вот из 93 там, вот 93 нарушения было вылили на территории закрепленного охотничьего угодья, и при составлении протокола инспектором нашего комитета присутствовал производственный охотничий инспектор, но не составил акт, то есть, соответственно, инспектор, производственный инспектор отдал нашему инспектору свой показатель. А вот если бы каждый инспектор, который присутствовал при составлении с нашим инспектором, свой акт, было бы, соответственно, там, я не знаю, ну не 93, там, если 60 было присутствующих, 60 актов было, мы бы сказали, блин, молодцы, ну все-таки, ну как-то хоть есть показатели. Но это бюрократия, получается. Ответьте, почему вы не составили акт о наличии признаков административного производства, либо другой производственный инспектор, который присутствовал, вы лишены права, да, но присутствовал же и другой производственный инспектор, который действует, почему он не составил акт о наличии признаков, вопрос-то вот в чем, издавать непосредственно вопрос, почему не составили акт? Так вы сначала, вы первый зафиксировали, вы за ним гонялись, вы выявили все нарушение, это ваш балл, ваш плюс, ваша работа, вы ее провели. Почему вы ее не зафиксировали? Вот в чем вопрос. Инспектор, понятно, он потом уже оформил. Какие будут последствия к органу? А почему вы пропустили? Вы выдали ему удостоверение, вы знаете, что он производственный, где его акт? Какие последствия будут? Просто для комитета, какие последствия? Понимаю бюрократия, согласен. Но есть четкие обязанности всех. Задушим мы непосредственно, касаемые именно в рамках закона. Все, что есть, выявили, доведем до конца, логично. Не важно, кто это выявил, если там егерь простой, там даже без удостоверения производства, мы все равно все сделаем так, чтобы в рамках закона человек понес установленным законом ответственность. Мы все для этого сделаем, но опять же, вы для себя берете, у вас не столько много работы, чтобы просто элементарно оформить. Проведение совместных рейдов с комитетом, бывает, мы находимся рядом здесь, они заезжают, и получается, что мы ночью гоняемся друг за дружью. То есть, как бы, мы обнаружим, то есть, как бы, местные говорят, машина прошла, потому что они не знают. Получается, что мы встречаемся, там говорят, машина там прошла. То есть, как бы, вот это непонятно, как бы, если заехать, можно, как трудно, я не знаю, чтобы об этом. Перед началом рейда, который осуществляет производственный охотничий инспектор, у вас должен быть журнал, в котором вы пишете, то есть, не касательно вашей части касается, в котором вы пишете, где вы планируете проводить мероприятие, и тогда, соответственно, также должны провести бензинспортаж по взаимодействию в лейдовой задаче, инструктаж, в котором указывается, как вы можете взаимодействовать с органами заполнительной власти, в данном случае, с комитет охотничества. Большинство охотопользователей свою деятельность осуществляют еще до принятия федерального закона об охоте 209, в котором было предусмотрено прямо на 27-й статье заключение охотно-хозяйственного соглашения. То есть, каждому охотопользователю было дано право заключить его, таким образом, пролонгировать свой пользование еще на 49 лет, при этом заплатив сумму только за заключение соглашения. В дальнейшем больше никаких платежей не предусматривается сейчас. В чем состоит проблема? На сегодняшний день из 97 охотопользователей услуги платные оказывают всего 42 охотопользователя. При этом треть этих услуг оказывает на основу общество охотников. Общая сумма этих услуг составляет 30 миллионов рублей. Общая сумма охотников оказывает услуги на 20 миллионов. То есть, практически пользователи просто не оказывают услуги ни местному населению, ни другим охотникам. Используют охотчий ресурс в личных целях для небольшого количества людей. Плюс также охотопользователи получают бланки разрешений. Потом эти бланки просто не реализовываются, а лежат у охотопользователей где-то, сжигаются, что с ними делается, непонятно. Большая часть охотников, ну не большая часть, ну как бы количество стабильное, постоянно обращаются в комитет с просьбой помочь с выдачей разрешений, с жалобой на пользователя, что не оказывается, именно услуга не предоставляется разрешением местным, тех, кто на территории обитает. Знаю, часть охотопользователей непосредственно этот вопрос урегулировала, с местными живет, в таких хороших отношениях. Все, и жалобы оттуда не поступают. На сегодняшний день у нас общее количество бланков сколько было выдано, Сергей Валентинович? Было выдано 22 тысячи бланков разрешений. А сколько вот было непосредственно по отчетности, которые пользователи предоставили, сколько было выдано? Ну, по отчетности, по некоторым даже было выдано больше бланков разрешений, чем... Ну вот, а цифра вообще в целом, разница есть? Да, разница есть, в 10 тысяч где-то. Вот 10 тысяч бланков разрешения непосредственно охотопользователей не выдают. Растет число барканьеров технически продвинутых, то есть с тепловыми прицелами, с тепловизорами, оборудованные средствами передвижениями достойными. И беда в том, что они охотятся глубоко ночью, в полной темноте, и для нас это проблема. Они видят наши патрули, мы патрулируем, у нас тоже есть средства ночного видения, но они нас видят. Возможно ли, как-то, может быть, индивидуально, может быть, как-то по-другому, применение коптеров, дронов? Применить ее на всю территорию области не представляется возможным, потому что в каждом районе есть какие-то спецобъекты. Естественно, что там никогда не дадут разрешения. Хозяйства у нас, допустим, военных объектов нет и каких-то... Ну да, это вот в индивидуальном порядке, я считаю, что это можно как бы в этом проговориться, потому что знаю ряд охотпользователей, это применение. Поэтому это возможно, да. На уровне субъекта установлено, есть постановление губернатора, которому определяется, что да, запрет есть, но в некоторых сферах для осуществления деятельности через согласие профильного органа, если, допустим, в плане охоты, то комитет охотничьего хозяйства, то через это возможно получить разрешение. В июле текущего года на совете комитета была размещена информация о создании государственного бюджетного учреждения дирекции охотничьих заказников, если мне понятно изменить, по поводу названия. Было указано, что был уже создан один заказник. Один, я так понимаю, планируется создать из угодья Соборского района. У меня вопрос, вообще планируется ли расширение сети охотничьих заказников? По заказникам сеть планируется. Пока обозначить территории не могу, с учетом той проблематики, которая будет возникать на той или иной территории, когда мы будем в рамках рейда сталкиваться, где оптимально было бы создать из тех территорий, которые у нас на сегодняшний день есть, пока сложно сказать. Пока Лысогорский район, который вам был обозначен, это следующий объект. Уважаемые охотопользователи, выявленные замечания в вашей работе всецело отражаются на ведении охотничьего хозяйства и исполнении вами условий пользования объектами животного мира. Считаем правильно рекомендовать руководству охотничьих хозяйств пересмотреть подход к ведению охотничьего хозяйства, и рассмотреть вопрос направления специалистов на обучение по направлению деятельности, сделать достойную заработную плату. Указано только положительно отразиться на заинтересованности егерского состава работников охотничьих хозяйств в своей работе, а также снизить возможные риски по вовлечению себя в браконьерство. Так как озвученные факты Владимира Вячеславовича, вопрос факта браконьерства, которые были совершены на территории закрепленной охотничьих угодья, говорят, что такой риск на сегодняшний день имеет место быть. В свою очередь, комитет не самоустраняется от проблематики и готов помочь в разъяснении и консультировании тех проблемных вопросов, с которыми вы сталкиваетесь. Также хочется пожелать всем охотпользователям быть непосредственно ближе к комитету, потому что мы считаем как единое целое, как единый организм. У нас с вами общая задача сохранить то, что имеет Саратовская область, и по возможности все мероприятия, которые запланированы, провести в части увеличения ее численности.